Турнир по чирлидингу прошел в детской и спортивной школе Люберец. На этот раз соревнования посвятили наступающему Новому году. В нем приняли участие 150 детей со всего округа. Они соревновались в дисциплинах данса и чир. На сцене Соня Коростелева. Пока она еще не знает, что займет второе место в индивидуальных зачетах в категории «Младшие дети». Девочка занимается чирлидингом уже 4 года и с удовольствием рассказывает о своем хобби. Прыжок. Это когда делают вот так вот и выпрыгивают. А сам наверху кто, он должен делать или такой, или такой, или обычный. Вот. Он мой любимый. Дети любят заниматься чирлидингом, родители – болеть за них. Наталья Фрединская одинаково переживает сразу за две команды и одинаково обрадуется победе любой из них. Одной дочке у меня 12 лет. Она занимается в команде «Вега». Она в команде «Флайер». Вторая дочка у меня 11 лет. Она занимается в команде «Капелла». Занимаются у них дисциплиной чир-данс. Команды, а и в турнире участвуют 8, соревновались в индивидуальных и групповых зачетах в дисциплинах данс и чир. Возраст участников от 5 до 16 лет. В программе турнира 46 номеров. Мы хоть и работаем, уже 4 года подряд проводим соревнования, но только, наверное, в этом году мы уже заявили себя как участники чемпионатов России. Сегодня нас уже 450 человек. Чирлидинг переводится как «лидеры группы поддержки». Он зародился в 70-е годы 19 века в США, а наибольшую популярность приобрел в середине 20-го. В России этот вид спорта существует относительно недавно. Своё начало он получил одновременно с появлением в нашей стране американского футбола. Первая чирлидинговая компания в России была создана в 1996 году при Детской лиге американского футбола. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.